Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В БЧ на эту игру был далек от оптимального. В лазарете Ваха Джварашвили повреждение у Вячеслава Цверко. Есть потери у Лицельмаша. Травмирован Дмитрий Клочко. А это важный элемент в тактических построениях Виктора Торчила. Гостям понадобилось менее минуты, чтобы открыть счет в матче. Жигалка нашел пасом в штрафной БЧ Иванова, который отправил мяч в ворота. 0-1. На этом стартовый натиск Лицельмаша не закончился. В первые минуты защите БЧ приходилось не сладко. Во многом уверенная игра Стремилова в воротах не позволила гостям увеличить отрыв. На 16-й минуте Дмитрий Камека недалеко от своих ворот нарушил правила против Никиты Можейко. И гемельчане получили право на штрафной удар. Виктор Волков попал точно в дальний нижний угол ворот соперника. 1-1. Правда, радость на трибунах спорткомплекса «Локомотив» была недолгой. Спустя минуту гости вернули себе преимущество в один мяч. Гол красавец записал на свой счет Зиделашвили. И вновь игроки БЧ были невнимательны в своей штрафной. Во втором тайме пошла игра по счету. БЧ больше владел мячом, Лицельмаш бегал в контратаке. И порой весьма опасно. В итоге дело дошло до нервной концовки. Железнодорожники перешли к игре в пять полевых и прижали соперника к его воротам. Однако одна ошибка перечеркнула надежду отыграться. Зиделашвили ударом через всю площадку поставил точку в матче. 1-3 гости празднуют победу. Хорошая игра была с обеих сторон. И по движению, и по моментам голевым. Но я считаю, наверное, все-таки мы победы больше заслужили, потому что моментов мы создали побольше. Я хочу ребят поблагодарить за то, что они ту задачу, которую мы стали, я имею в виду план игры на сегодня. Мы, может быть, сыграли сегодня там несвойственный себе футбол, не такой активный, как мы играем всегда. Ну, где-то надо, наверное, уже и очки набирать, потому что мы много очков потратили. И нас критикуют, что мы не выигрываем. Ну, может, не столь зрелищно, но зато три очка. Несмотря на проблемы кадровые в составе, наигрывали, готовились к сопернику. Ну, немножко не вошел план, и быстрый гол, он никогда уходить не может. Благо, потом забили 1-1. В принципе, чуть-чуть опаснее, возможно, чуть острее сыграла лицельмаш в первом тайме. Ну, у нас было пару моментов. После перерыва они перестроились, понятно, играли по счету. Вот, мы свое не реализовали. И так получилось, что пятером мы не забили. Из Минска также пришли не лучшие новости для гомельских любителей мини-футбола. Столица сумела прервать победную серию ВРЗ. Минчане выиграли на своем поле со счетом 4-1. Вагоностроители по-прежнему лидируют в турнирной таблице. Однако, отрыв от столицы, идущий на втором месте, сократился до трех баллов. «Бычей», несмотря на поражение, осталось в зоне плей-офф. Железнодорожники замыкают восьмерку сильнейших. Агрокомбинат Южный на 12-й позиции. Светлогорский ЦКК, не набравший пока ни одного зачетного балла, замыкает турнирную таблицу. В Минске состоялся третий тур розыгрыша женской гонбольной Балтийской лиги. Гомель выиграл четыре встречи. Среди побежденных, в том числе и лидер турнира, украинская «Галычанка». Один матч наши гонболистки проиграли. Столичному БНТУ «БелАЗ». В турнирной таблице Гомель на третьей позиции. Выше располагаются БНТУ и «Галычанка». Кстати, в третьем туре Балтийской лиги в составе нашей команды дебютировала «Словенко» Уршка Мурн. Игровой амплуат 26-летней гонболистки правая угловая. Ранее она выступала за сильнейшую команду Словении Крим и французский Серджи. Перед переходом в Гомель Уршка играла за славянские КРК из «Ного места». Над приглашением продолжить карьеру в Беларуси долго не раздумывала. Тем более, что играть под руководством Томаша Чаттера приходилось и раньше. «Томаш Чаттер позвонил мне и сказал, можешь приехать и играть на высоком уровне. И я согласилась. Его я знаю с 10 лет. Играла под его руководством еще в детских командах. Гомель – хорошая команда с хорошими игроками. Они помогают мне освоиться в новой стране». Поспособствовало переходу и то, что в Гомель играет черногорка Елена Маркович, гонболистки-подруги. По словам Томаша Чаттера, после приглашения Уршки в Мурн задачу по комплектации команды можно считать выполненной. «Сейчас на каждое место по две игроки. Пока же будем видеть, что нам еще нужно. Но пока это все. Если появится какой-то хороший полусредний, универзальный, который хорошо играет в защиту, будем подумать. Если не будет, будем играть до конца за этим составом». Дебют Уршки-Мурн состоялся на минувших выходных в Минске во время третьего тура розыгрыша Балтийской гонбольной лиги. Лия Нерка уже открыла счет с заброшенным в составе Гомеля мячам. Более сотни спортсменок из Белоруссии и России собрал под свои знамена открытый республиканский фестиваль женской борьбы. Восьмые по счету соревнования прошли в Гомеле. За награды на коврах и татами сражались представительницы вольной борьбы и дюдо. Женские дюдо и вольная борьба относительно недавно получили признание в спортивной среде. Впервые женщины разыграли олимпийские медали под дюдо в Барселоне в 1992 году. Вольная борьба попала в олимпийскую семью 12 годами позже. В 2004-м в Афинах женщины разыграли первый комплект и наград. И популяризировать эти виды спорта в Беларуси просто необходимо, считают организаторы. На 10 парней, занимающихся борьбой, в нашей стране в лучшем случае приходится одна девочка. В том числе для этого и проводят фестиваль. Девочек-то меньше занимается борьбой, чем мальчиков. Так что это популяризация, реклама этого вида спорта, привлечение к занятиям, борьбой. Самой лучшей рекламой для женской вольной борьбы является воспитанница Сергея Смаля, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Мамашук. Кстати, также прошедшая в свое время через горнило данного фестиваля. Умница и красавица Мария своим примером ломает все стереотипы касательно того, что борьба – это не женский вид спорта. Надо какой-то стереотип сломать, наверное, да? Ну, как бы он уже практически сломал, что борьба – это не женский вид спорта. Уже, наверное, еще чуть-чуть и уже будет полноценный женский вид спорта. Белорусская женская дюдо пока не имеет в своей копилке олимпийских наград. На пьедестал главных игр четырехлетия поднимались только мужчины. Верим, что у белорусских девчат все еще впереди, но для этого нужно трудиться. В том числе и в плоскости популяризации вида спорта. Женское дюдо не уступает мужскому ни в качестве, ни в зрелищности и развивается очень быстро. Так что можно просто не успеть. Олимпийский чемпион Игорь Макаров несколько лет назад открыл в Гомеле свою школу дюдо. Работает с малышами. Среди его воспитанниц немало и девчонок. Я видел, как это все происходит в ближнем, в дальнем зарубежье. То есть вот такие подобные форумы, да, они собирают в три-четыре раза больше народу. И мы немножко отстаем. Связано, может быть, прежде всего с рекламой. Народ не понимает, что дюдо это в принципе танец красивый, но силовой. То есть он не сколько травматичный, сколько эстетично смотрится. Девчонки, если посмотреть, девчонки симпатичные все, то дюдо их не уродует. Вот это надо донести до народа, до нашего, что занятие именно борьбой, занятие дюдо, оно не влечет за собой каких-то там, я не знаю, отклонений в физическом плане. И тогда, может быть, у нас будет больше еще девчонок. Правда, на массовые соревнованиям по дюдо грех жаловаться. На фестиваль приехало более сотни спортсменок. Не так много соревнований проводится именно под девочками Беларуси. Поэтому такую возможность люди не упускают, приехали к нам побороться. Поэтому очень приятно. Даже приехала команда из Брянска к нам, из Российской Федерации. Вот привезли своих девочек к нам, что тоже очень приятно. И придает еще... от этого турнира нас еще сильнее становится. Соревнования по вольной борьбе проходили куда скромнее. Правда, этому есть объективные причины. Так получилось, что проведение фестиваля совпало с более значимыми республиканскими соревнованиями. Так что многие просто не смогли приехать. В следующем году организаторы постараются сделать так, чтобы на фестивале боролись все сильнейшие спортсменки страны. А по итогам нынешних соревнований представительницы Гомельской области завоевали 8 золотых медалей в вольной борьбе и 3 в дюдо. Силачи со всех уголков Беларуси собрались в Гомеле. В спортивном клубе «Гомсельмаш» состоялся кубок Беларуси по гиревому спорту. Кто самый сильный и выносливый, узнала наша съемочная группа. 12 команд и более 100 спортсменов. Цифры внушительные. Тем более, что еще несколько лет назад соревнования собирали вдвое меньше участников. Гиревой спорт в последнее время в нашей стране набирает популярность. Одна из причин – там и успехи беларусов на международной арене. На чемпионатах мира Европы наши спортсмены никогда не были статистами. Так что на внутренних стартах конкуренция всегда на высоком уровне. Данные соревнования – это самые массовые наши соревнования в республике. И самые качественные по спортсменам. То есть сюда приезжают сильнейшие. Все выступают с гирями 32 килограмма. И кто старается выполнить норматив мастера спорта. То есть это мастерские соревнования. Это еще один из стимулов, чтобы участвовать в этих соревнованиях и заниматься этим видом спорта. Еще один аргумент в пользу гиревого спорта – доступность и минимум финансовых вложений. Специализированных условий для занятий не нужно. К тому же гиря – снаряд практически вечный и универсальный. Упражнения с гирями нашли свое место в тренировочных программах представителей многих видов спорта, где требуется выносливость и мощь. К тому же они широко используются в разнообразных направлениях фитнеса. Мышечные объемы в классическом гиревом спорте не главное. И это видно по спортсменам. По внешнему виду и не скажешь, на что они способны. А потом видишь, как на помосте атлет весом менее 60 килограммов почти полсотни раз толкает гири общим весом 64 килограмма. Понимаешь, что первые впечатления обманчивые. Гиря вырабатывает характер, силу воли. Характер и силу воли. Это все. То есть действительно, не будешь терпеть, не будет результата. Терпение, характер, силу воли. Очень хорошая подготовка, очень хорошие легкие. Действительно, силовая выносливость, которую определенную работу он делает в течение определенного количества времени. То есть 10 минут. За счет этого. Мышцы здесь большие не нужны, потому что через 10 минут они заработают, он закисляется и продукты распада плохо выводятся. Чем больше мышцы, тем сложнее работать в гиревом спорте. Мужчины соревновались в двоеборье, которое включает в себя толчок двух гирей от груди и рывок гири одной рукой. Девушки соревнуются только в рывке. Время на выполнение каждого упражнения 10 минут. Не всем такой марафон по плечу. Представители Гомельской области 9 раз поднимались на пьедестал Кубка Беларуси. Трижды на высшую ступень. Победителями стали гомельчанин Сергей Процкий, Алексей Горновский из Рогачева и мазырянин Сергей Дорожко. В общем зачете команда нашего региона стала победителем. Среди спортивных коллективов лучшей стала Житковичская детско-юношеская спортивная школа «Мотор». На втором месте Белгуд. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова